Студентка и журналист Ларине Хаджаметова приехала на конкурс в Сочи из Симферополя. Политический обозреватель газеты, она представит свою научную работу «Особенности русского политического языка», в которой изучила связь между лексикой депутатов и их успехом у избирателей. Для данной статьи была проведена исследовательская работа, общалась с депутатами как государственного, так и муниципальных районных советов Республики Крым. И в принципе их лексикон изучая, и провела анализ, также мониторинг, реакции, аудитория на их выступления. Традиционная неделя русского языка проходит в Сочинском госуниверситете уже около 20 лет, но в этом году впервые мероприятие получило статус всероссийского. Поделиться своими знаниями русского языка приехало около 70 иногородних студентов, в том числе и те, для кого русский – неродной язык. Так магистрант Красноярского педагогического университета Юнсян Джан выступит с докладом о различиях русского и китайского языкового этикета. Например, мы между китайцами, нам приветствие очень легкое, только хай или не хао. Ну, если в России у вас будет привет и потом как дела, это обязательно, но у нас нет. География участников в этом году как никогда обширная. Москва, Санкт-Петербург, Сибирь, Урал, Поволжье впервые принимают участие представители Крыма и Донецкой Народной Республики. Здесь действительно русский стал языком межнационального общения. В своем приветственном слове заместитель главы города Ирина Романец вспомнила, что в Сочи исторически проживало огромное количество национальностей. Это является государствообразующим фактором. Нас всех объединял великий русский язык. И сегодня в городе Сочи проживает уже 117-118 представителей национальности Великой России. И мы все говорим на великом русском языке. Программа недели русского языка невероятно насыщенная. Помимо традиционной научно-практической конференции, участников ждет конкурс статей и электронных постов о русском языке, обучающий семинар, олимпиада, конкурс поэтов и чтецов. Соработают дискуссионные и ораторские площадки. Все это стало возможным благодаря работе краевой целевой программы «Развитие образования». Такая концептуальная программа, насыщенная. То, что мы впервые вышли на всероссийский уровень сейчас, а за плечами стоял весь тот опыт, который мы просто в рамках своего вуза, куда приходили как гости сочинцы из других вузов, из школ. Вот весь этот опыт сейчас выкристаллизовался в эту насыщенную программу. Итоги недели русского языка подведут в субботу 12 декабря. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.